Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это вторая часть моего проекта «Использовать по максимуму». В этом видео декоративная косметика для лица, глаз, губ и бровей, а также ароматы. Давайте продолжим. Это Герлен. Путляр очень красивый. Это была когда-то лимитка. Мне ее подарили. Долго-долго я никак все не могла ей воспользоваться. Вы сейчас поймете почему. Все потому, что вот такие сложные оттенки между собой. Они ничем не ограничены, как вы видите. Но начинала я с абсолютно новой палетки. То есть я ей, ну а может быть, один-два раза до этого пользовалась и только стерла вот этот верхний золотистый порошочек, рисунок. Сверху и все. Собственно, тени у меня были совсем никак не расходованы. Вот сейчас, как вы видите, даже образовались вмятинки некоторые. Набирать их, к сожалению, не очень удобно из-за того, что нет никакого разграничения между цветами. Темно-коричневый он плоховато, конечно, тушуется. Все остальные цвета неплохие. Синим я пользовалась редко, но, однако, как вы видите, я старалась делать для вас различные макияжи. И тот макияж, который вы видите сейчас, был не единственным с использованием синего и вот этого рыжего и оранжевого цвета. Темным цветом я делала стрелку. Что я могу вам сказать? Да, я использовала эти тени по максимуму, столько, сколько могла. Старалась к ним приноровиться, немножко устала от них, поэтому сейчас они, наверное, уйдут от моего проекта на какое-то время. Вполне возможно, что скоро я к ним вернусь. Следующие тени, которым я дала вторую жизнь благодаря этому проекту использовать по максимуму, это тени от Avon. Палетка называется Moco Latte. Переду вот с этими перламутровыми тенями от Essence. Это палетка самая такая вот ходовая у меня была. Как вы видите, светлый тон практически у меня закончился. Я наношу его на всю подвижное веко и под бровь в том числе. Средним вот этим цветом я заполняю бровь, а также кладу его в складочку глаза. С бронзовым оттенком мы снимали с вами видео. Бронзовый макияж и самым темным коричневым оттенком я иногда пользуюсь в качестве подводки, а также заполняю кончик брови. Я хочу оставить эту палетку в своем проекте, как-то я так уже к ней привыкла. И, наверное, буду использовать ее до конца. В проекте у меня было две туши и одна база, бустер. Сейчас мы с дочкой наносим вот такие вот средства перед сном. Просто на все реснички оно белое. Ну и ночью нам белые ресницы не мешают. Поэтому посмотрим, будет ли от нее рост ресниц, не знаю. Благодаря этой базе от Everline тушь от Essence заиграла новыми красками. Тушь Essence без этой базы не давала такого объема и длины. Сейчас уже реснички смотрятся по-другому. Так что они у меня в тандеме. Пока не закончатся, будут работать в моем проекте. Тушь Гурмандист, российский производитель, очень хорошая. Я вам скажу, косметика. Нон-стоп-волюм, да, действительно, она удлиняет, она дает объем, она не осыпается. В моем проекте был цвет синий. Вообще в этой коллекции довольно большое разнообразие цветов. Есть даже фиолетовые. Так что обратите внимание, это очень-очень бюджетное средство. Кисточка, в принципе, стандартная, такая пушистая, не силиконовая. Цвет не яркий, вполне такой интеллигентный, синий. Думаю, что я буду продолжать ей пользоваться, но уже вне рамок проекта, когда буду делать такие вот синие макияжи или синие стрелки. Тогда, наверное, это будет иметь смысл. Кончился у меня, чему я, кстати, очень рада, Eden True Color. Это вот такой вот фломастер для подводки. То рисует, то не рисует от Avon. Вот сейчас на руке он более-менее рисует. И можно делать только вот так подводку, если положить его боком. Очевидно, продукта там осталось уже немного. И сейчас я уже с ним прощаюсь, буду считать его миссию в моем проекте законченной. Следующее, что было у меня, это два вот таких вот карандаша. Оба они от L'Etoile, как вы видите. Один в синем цвете, один в цвете какао. И начиналось использование этого карандаша вот с этой отметочки. В общем, сейчас у меня уже вот столько использовано. Идет он, естественно, медленно. Макияжи синие я делаю нечасто. Поэтому он обратно перемещается в общую мою коллекцию карандашей для глаз. И думаю, будет он у меня уходить очень-очень медленно, к сожалению. Вот отметка коричневого карандаша от L'Etoile, с чего я начинала. Как вы видите, одна треть ушла этого карандаша. Немножко отблеска мед. Ну, естественно, что карандаш коричневый для нюдовых макияжей, для вечерних. Я использую гораздо чаще, чем синий. Поэтому, возможно, даже он останется в моем проекте. Не знаю, буду думать. Но в любом случае радует то, что одна треть этого карандаша уже ушла. Карандаш белый от Ева Мазак Ньютон называется. Я использовала под бровь, а также на водную линию. С одной стороны у него, как вы видите, кисточка. Она, кстати, хорошая. Я думаю, когда карандаш закончится, кисточку я оставлю. Для водной линии, конечно, это очень-очень светлый, яркий такой цвет. Да, поэтому он у меня медленно шел. Но под бровь, в принципе, я его использую с удовольствием. Осветление даже слегка такой перламутровости придает. Еще пока подумаю, но, наверное, стоит его использовать все-таки до конца. Потому что он как-то уж очень задержался в моей коллекции. Следующий продукт, который у меня практически закончился. Вот все там уже осталось буквально по стеночкам. Стерли все обозначения с упаковки, поэтому показываю вам только наклейку. Это гель-люкс визаж, прозрачный для закрепления бровей. Непослушные брови он не закрепит вам, ребята. То есть он очень-очень мягкий. Сейчас он приобрел уже цвет, такой оттенок оливковой тени. Такие бежево-оливковые. И, соответственно, сейчас он уже делает мне какую-то седину такую легкую на бровях. Поэтому сейчас я пытаюсь его использовать вначале, перед нанесением всех-всех-всех средств. И потом уже заполнять бровь. Это, конечно, не очень удобно. Там буквально вот капли остались по стеночкам. Увы, пока он у меня еще не закончился, я буду его использовать упорно до конца. Сейчас плавно переходим к губам. Следующее, что было в моем проекте, это два вот таких карандаша. Один из них от Люкс Визаж, это номер 46. И второй от Голден Роуз под красные помады, которые есть у меня. Он в номере 513. Вот отметочка карандаша Голден Роуз, с чего я начинала. И давайте померяем. О, да, одна треть у нас с вами уже ушла, чему я очень рада. Возможно, пока стоит оставить его в проекте, потому что это единственный красный карандаш, который есть у меня сейчас. А у меня еще остались помады красного цвета в проекте, поэтому, да, наверное, мне нужно его оставить. Вот так выглядит карандаш от Люкс Визаж. Очень красивый, кремовый. Очень приятный нюдовый розовый такой цвет. Вот с чего я начала. И как-то использовала я его почему-то не очень много, но, в принципе, как-то он у меня движется. Я думаю, что я оставлю его под розоватой помадой, которую мне также стоит закончить в этом проекте. Вот все средства для губ, которые в моем проекте были. Давайте все посмотрим. Блеск от Everline Lovers. У меня в номере 608. Начинала я его с полной баночки. Вот все, что ушло за проект. Носила я его с собой. Думаю, что стоит до конца все-таки блески доводить. Очень приятный, кстати, нюдовый оттенок. Такой довольно он плотный. Хорошо увлажняет губы. Он не перламутровый. Он имеет такой легкий блеск, но не более того. Вполне интеллигентный, подходит под многие-многие нюдовые, не очень макияжи. Да, пока я думаю, он у меня остается. Как вы видите, одну треть или одну четвертую часть я уже израсходовала. И, наверное, не стоит надолго оставлять блески. Их нужно быстрее использовать даже, наверное, чем помады. Помада от Dior оставалась у меня немного. И так практически она у меня не ушла. Ну, вот буквально совсем чуть-чуть. Это серия Rouge Dior номер 312. Несмотря на то, что она выглядит такой довольно кремовой, мне она немножко подсушивает губы. Поэтому я часто ей не пользуюсь. Ну, либо накладываю на какую-то уже увлажняющую помадку, какую-то гигиеническую помаду. В общем, приноровиться к ней нужно. Наверное, стоит оставить ее в проекте. Она у меня уже очень давно в коллекции. Ну да, буду пытаться ее использовать до конца. Следующая помада мне очень-очень нравится. И вообще вот эта серия Divas Praline, я знаю, нравится многим из-за своей такой кремовости. Очень приятно лежит на губах. Также спасибо огромное производителю, что ставит вот такие вот четкие сроки годности. Эта помада у меня уже практически закончилась. Вот столько я использовала ее. Вот такой у нее чудесный цвет. Использую с удовольствием до конца, оставляю в своем проекте. Помада от Avon. Цвет мне очень-очень нравится. Освежающий, кораллово, персиковый. И шикарный. Но посмотрите, что с помадой. Я уже пыталась ее измораживать. Она ломается, она гнется, она отваливается. Уже со всех сторон она бедная, у меня измученная. В общем, открывать ее страшно. Кстати, здесь вот такое окошко. Страшно носить с собой, потому что она, не дай бог, откроется и сломается. Кому интересен цвет, посмотрите, пожалуйста, Golden Kiss. Насколько я понимаю, этот цвет или эта серия называется. Ну, скорее всего, этот цвет. Старалась я ее использовать все-таки по максимуму. Вот отметочка ее. И довольно много ушло. Кстати говоря, этот цвет полосит у меня на губах, потому что у меня очень яркие губы природно. Кто-то из вас даже спрашивал, не тату ли это? Нет, это не татуаж губ. Это у меня вот такие яркие губы. Поэтому я, может быть, и хочу вот такие вот цвета носить, но они на мне полосят. Даже не знаю, что делать. Возможно, придется расстаться с этой помадкой. Может быть, если дочке она понравится, у нее чуть посветлее такие губы. У меня более темные, у нее чуть-чуть посветлее. С другой стороны, видите, пользоваться ей не очень удобно, то ли кисточкой. В общем, не знаю, как. Пока подумаю. По крайней мере, ушла она у меня хорошо. Почти половину я использовала. Скраб для губ был у меня абсолютно. Он полный. Просто вот абсолютно. Вот столько я использовала. То есть, одна треть примерно. Кофе с сахаром очень приятный по аромату и по ощущению на губах. Хорошо он очищает губки от омертвевших клеточек. Очень приятное такое ощущение. В принципе, не очень нужная вещь. Вы можете и сами сделать скраб. Знаете, мне как-то лень делать скрабы, когда есть вот такое бюджетное средство. Я покупаю всю косметику Эльф нахер. Буквально за копейки, за сто с небольшим рублей. Поэтому я считаю, что вот таким средством легче воспользоваться, когда оно уже готовое. Поэтому да, пока я оставляю его в своем проекте. От Chanel серия Rouge Allure. Четыре вот таких вот тестера, пробничка. Они в номерах 99, 102, 104 и 97. Такие маленькие, но так долго я ими пользуюсь. И прям с удовольствием, но так долго уже. И вот они все не кончаются, не кончаются, не кончаются. Конечно, в каждом из них, как вы видите, уже есть ямочка. Но все-таки их еще каждый хватит, наверное, раза на три, на четыре. Это не часто я делаю макияжи с красной помадой. Может быть, только даже для видео. Но для того, чтобы они не пропали, наверное, стоит оставить их в этом проекте. Два последних продукта, которые были у меня в проекте, это Друхе Эдикт, Диор и Алиен от Мюглер. Алиен я не пыталась использовать до конца. В общем-то, в этом проекте я ничего не пыталась использовать до конца. Просто максимально пользовалась. Если посмотреть на свет, то Алиен ушла примерно одна четвертая часть. Аромат потрясающий. Он мне очень нравится. Вечерний. Удивительный аромат. Я рассказывала вам о нем подробно в видео о своей коллекции ароматов Мюглер. Поэтому пока, да, оставляю. Мне он нравится на вечер. Ну и Диор Эдикт, как вы видите, практически ушел у меня. Осталось, ну, буквально, может быть, раз 4-5 обшипнуться и все. Это была та серия, которая с грейпфутом. И он у меня, наверное, закончится уже до Нового года. В общей сложности с 7 ноября по 30 декабря, когда я снимаю это видео, закончилось или почти закончилось из этого проекта 11 средств. Включая сыворотки, которые я считаю одним средством, их было 28 штук, и две туши, которые уже выбыли из этого проекта. И я показывала вам их в своем видео о том, что съела моя кожа за определенный период. Как я уже говорила вам, мой проект использовать по максимуму, немного видоизмениться. И я выделяю из него косметичку месяца, в которую буду выбирать средства сама, а также вы будете выбирать эти средства путем голосования для меня. А в проекте использовать по максимуму останутся только те средства, которые я хочу закончить именно до конца. О некоторых из них я уже вам сегодня рассказала. Что еще я туда добавлю, вы узнаете в новом видео. Хочу поблагодарить вас за то, что на протяжении всего проекта вы были со мной, кто-то ко мне присоединился и тоже делился своими успехами. Спасибо вам большое за поддержку. И спасибо за ваше прекрасное настроение, которое вы всегда дарите мне в своих комментариях. Ждите новых видео на эту тему. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!